Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о работах в конце вегетационного сезона. Не за горами зима, а пали уже листья. Начинается период посадки наших садов, подготовки их к зимовке. И какие же работы в это время очень важно выполнить для того, чтобы наши деревья и кустарники хорошо пережили зиму и вступили в новый сезон как можно более благополучно. Очень старым приемом ухода за садом является мульчирование приствольных полос органикой. Еще наши дедушки и бабушки говорили, хочешь получить хороший урожай в будущем году? Подсыпь с осени под деревья хорошего навоза перепревшего. Или обложи обязательно яблоньку, которая не плодоносит навозом с осени, и на следующий год она тебе обязательно зацветет. В этом есть здравый смысл и рациональное зерно. Главное сделать это вовремя и правильно. Главным условием успешного внесения компоста, навоза, прочей органики, торфа, под деревья осенью являются два фактора. Первое. Растение должно закончить вегетацию и войти в состояние покоя. Дело в том, что если растение еще вегетирует, то есть растет, у него имеются активно растущие верхушечные листики, не заложена верхушечная почка, то есть корни активно всасывают воду и питательные вещества, то внесение азота в виде того же самого перепревшего навоза, компоста, органики, другой какой-либо птичьего помета на фоне дождей приведет к тому, что азот попадет в корневую систему и спровоцирует ненужный рост, либо просто не даст растению его остановить. И как следствие, растение не подготовится к зиме и легко подмерзнет. Когда же вы видите, что растение уже сбросили лист, что прошли похолодание, заморозки по ночам, что земля прихватывается к морозикам, значит, можно приступать к мульчированию. Вторым фактором, который говорит о том, что нам нужно приступать к мульчированию, является устойчивое понижение температуры. Особенно удачно это складывается, если почва немножко промерзла, верхний слой почвы стал твердым и плотным. Иногда, допустим, оттаивает днем, но ночью опять замерзает. Именно в это время можно и нужно замульчировать приствольные полосы наших кустарников, наших деревьев органикой. Что мы можем использовать? Во-первых, конечно, это хороший перепревший компост. Во-вторых, торфокрошка. Либо торф слабокислый, если это традиционные наши культуры, либо кислый торф для голубики, брусники, клюквы. Это может быть в качестве мульчи скошенная подсушенная трава. Для голубики еще прекрасно в это время пойдут опилки, древесная щепа. Использовать свежую солому для мульчи я не рекомендую, поскольку она привлечет к вашим растениям мышей, которые могут очень серьезно повредить кору и корни. Таким образом, приступаем к мульчированию. Слой мульчи для того, чтобы он действительно выполнял все свои важные функции, то есть защищал корневую систему от подмерзания и весной нес в себе достаточное количество азота, должен быть толщиной порядка 7-8 сантиметров. Кстати, очень важно мульчировать именно кустарники и деревья с поверхностной корневой системой. Это смородина черная, смородина красная, малина, это яблони и груши на клоновых карликовых, полукарликовых подвоях. Дело в том, что именно у этих деревьев, на таких подвоях, корневая система поверхностная. И если зима выдается малоснежной или бесснежной, но морозной, то корневая система без укрытия мульчой в виде органики, либо компоста, либо торфа подмерзает. Поэтому тщательно распределяем по приствольным полосам компост, либо то, что вы выбрали для себя, стараясь, чтобы он не прикасался к корневой шейке. Толщина мульчирующего слоя должна быть 7-8 сантиметров. Оставленные таким образом кусты прекрасно перенесут даже самая суровая холода, самая суровая зимы. А весной сталыми водами азот из ваших органики, из компоста, из торфа поступит сразу к корням, именно тогда, когда это необходимо. И растения вступят в вегетационный сезон, начнут свою весну во всеоружии. Процветания вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok